На 160-м километре московского тракта, что в Отчицких краях, 35-летний патентованный гонщик на синем Мерседесе с женой и двумя детьми на борту, причем один ребенок находился еще в утробе мамы, вступил в капец какой неравный бой с двумя китайскими самосвалами Хова и, конечно, проиграл. Кто-то спросит, а что это значит патентованный гонщик? Кто так решил? Гаишники? Он что, импотент показал? Ну, зацените сами. Установлено, что водитель автомашины Мерседес в течение года допустил 232 нарушения правил дорожного движения, связанных с превышением скоростного режима. Если вы вдруг не расслышали, то в течение одного года у этого рулевого Мерина было 232 нарушения ПДД и, прикиньте, все за скорость. Это разве не патентованный гонщик? Не сообщается, как его ловили, на камеру или вручную, но, думается, скорее всего, ему приходили письма счастья. Потому что, если в год попадаться гаишникам очно 232 раза, оформляться, время тратить, то гонять сверх меры, может, и смысла не имеет. Все то время, что приобретаешь на нарушениях, отъедается рулежкой с гаишниками и оплатой штрафов. Кстати, отмечается, что все 232 штрафа у этого гонщика оплачены. Ну, то есть, мужчина купил мощную скоростную игрушку и понял, что штрафы не стоят того удовольствия, которое дает осознание того, что ты русский, и ты не можешь по определению не любить быстрой езды. И здесь русский – это не национальность, а состояние духа. Гаишники сообщают в официальном пресс-релизе, что живет этот любитель высоких скоростей в Нижневартовске. И вот судьбийно занесла его вместе с семьей в наши широты. Он катился по московскому тракту на синем Мерине со стороны Екатеринбурга в направлении Перми. Рядом на месте смертника сидела беременная 34-летняя жена. Сзади в детском кресле посерединке 7-летний сынулька-роднулька. Казалось бы, даже если ты гонщик по жизни, то ты едешь не один, ты везешь самое ценное, что есть у тебя. Тем более погоды стоят такие, что лучше не гонять, так ты подостынь, не дави, по привычке правой ногой в пол. Но нет, Мериновод на трассе где-то за отчитом разогнался так люто, что догнал два попутных самосвала Хова и под видео вколотился в щель между ними. Попал между сциллой и наковальней. Грузовикам-то, конечно, хоть бы хны иранской взять, да и покраситься в ярко-рыжий. А вот родителям в Мерседесе с намятыми боками досталось неслабо. И рулевой, и его беременная жена отъехали в лечебницу. Водитель 1988 года рождения, управляя автомашиной Мерседес, двигаясь со стороны города Екатеринбург в направлении города Пермь, не выбрал безопасную скорость и станцию на курсе переде паспорного средства, в результате чего допустил столкновение с двумя грузовыми автомашинами марки Хова, движущимися в пунктном направлении. Сзади происшествия пассажир и водитель автомашины Мерседес были заставлены в районную больницу города Краснофимск. По счастью, оба ребенка этой нижневартовской супружеской четы не пострадали. Семилетний сынулька-роднулька был надежно встегнут в кресло, а мелкий был в маминой подушке безопасности. Врачи сообщают, что угрозы выкидыша нет. В очередной раз обращаюсь к участникам дорожного движения, призываю непосредственно соблюдать скоростной режим и быть бдительными и аккуратными на дорогах.